Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил провокационный вопрос. Совсем ли современные девушки потеряли стыд? Уже, как он сформулирован, так необычно. А почему современные? То есть до этого не теряли? Почему там девушки, а не женщины, например? И почему, например, про женские пола юноши что не теряли? Ну, поскольку вопрос на них сориентирован, на прекрасной половине человечества, то, конечно, мы обратимся к книге «Притч Соломоновых», откроем 31 главу и прочтем 30 стих. Давайте посмотрим. «Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Вот это, в принципе, все, что можно на этом было бы и заканчивать ответ. Нет, потому что всех под одну гребенку не сгребешь. Если ты берешь и видишь, что боящийся Господа, девушка, женщина, юноша, мужчина, ребенок, старик, то он достоин хвалы. Независимо, живет он сейчас в современности в 21 веке, или жил он там 3000 лет назад, когда эти стихи прозвучали, были записаны. Независимо от этого уже человек достоин хвалы. Поэтому смотрим мы, что вокруг все современные девушки потеряли стыд. А все несовременные девушки, которые живут сейчас, они такие несовременные, в ретро-стиле, что у них стыда, что ли, больше. То есть мы смотрим, и до революции, например, традиционная одежда была, в принципе, в мире до Первой мировой войны, по крайней мере, в европейской культуре, что мы не скажем, например, о Ближнем Востоке, об Индии. Традиционная одежда была юбка. Да, ходили юбки, и вот после Первой мировой войны, когда многие мужчины не вернулись с фронта, и на заводы пришлось женщинам идти, но вот потихонечку брюки стали проникать. Но от этого стыд отсчитывается. Нет, мы понимаем, понимаем, что, увы, и грех как был тогда, так и сейчас есть. Смотрим, ну а что там, во времена Христа, что ли, вот все такие благочетивые ходили, закутанные, иудеи, и женщины-иудейки. Нет, все то же самое. Да, вот берут и тоже привели, когда Господу блудницу, чтобы предложить побить камнями, то тоже наверняка она была закутана с ног до головы. На самом деле, прежде всего, вот так просто, как я вижу, я вижу просто, сколько приходит на исповедь девушек, и сколько приходит на исповедь юношей, молодых. Я вижу, что стыд в основном потеряли юноши, потому что у девушек стыд есть, их больше приходит на исповедь, а у юношей стыда мало. Я знаю проблемы блудного сожительства, как практикующий священник. Я вижу, что прежде всего стыд есть у девушек, а у юношей его совсем нет. Для юношей это само собой разумеющееся. Надо сожительствовать, надо грешить. Вот это такой путь. А нет, ну и иди отсюда. А девушка стремится к семье, в том числе и которая, да, хранит себя, так и та несчастная, которая на этот грех соглашается, но тоже все равно хочет семьи. И цитана ее обманывает, говорит, ой, ради семьи можно вот и согрешить. Поэтому кто потерялся-то это? Прежде всего, юноша. И, конечно, вот тоже, читая этот вопрос, понимая, что ну и автору можно его адресовать. Да, это если автор девушка, то себя, что ли, это такой самокритичный вопрос. Ой, совсем ли современные девушки потеряли стыд? Ну, если вокруг они меня потеряли, то и мне как бы хоть трава не расти. А если это автор юноша, то как-то вот тоже себя надо находить. Себя надо смотреть. Потому что, а не потерял ли ты стыд, что ты берешь и ищешь сучок, и пытаешься его достать из глаза брата твоего, когда Господь тебе говорит, бревно из своего глаза, дружище, достань. Потому что это тоже, увы, ситуация неоднократная печальная. Сколько раз приходится общаться с людьми, молодыми людьми, вроде верующих, которые говорят, ой, девушки вокруг такие бесстыдные, девушки вокруг и такие жадные, девушки вокруг совсем не верующие. Я говорю, мы что, в разных вселенных живем? Вот я иду на службу, и да, у нас, конечно, может, приходят не очень характерные. У нас много ребят, молодежи, наоборот, девчонки, заглядывайте, вот, может, здесь пропорция еще шире. Но, в принципе, по церкви, если посмотреть, всегда на любой службе, всегда на любой очереди на исповедь будет больше девчонок православных, которые стыда не теряют. И возвращаясь, опять же, к тому стиху из притчи Соломоновых, самого премудрого человека, кого Господь этой премудрости одарил, и спустя три тысячи лет его премудрость актуальна. Мы видим, что да, может быть и суетная девушка, может быть и там, которая только о своей внешности печется, которая только о деньгах и думает. Может быть, но никто же не заставляет нас их выбирать себе. А мы выбираем тех, которые достойны хвала от Бога. И достойен хвала от Бога любой человек. Потому что, как апостол Павел написал, во Христе нет ни Иудеи, ни Елена, и нет ни мужчины, ни женщины. Отношение к Богу не определяется в полу, а отношение к Богу определяется тем, идет ли своей душой и своим телом человек к Христу или нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok